Жан-Клод Ларше Французский философ, богослов и писатель Один из ведущих представителей современной православной патристики Доктор философии, доктор богословия Святой Максим не посвятил отдельного трактата теме времени, однако эта тема прямо или косвенно затрагивается в различных его сочинениях и посвященные ей рассуждения представляют особый интерес и заслуживают того, чтобы быть собранными воедино. Мы увидим, что в обобщенном виде они отражают целостное и в то же время оригинальное понимание времени, находящееся в тесной связи со всей совокупностью духовной жизни. Время для преподобного Максима есть одно из условий существования тварного мира. Это означает, что всякая тварная сущность не является вневременной, вечной, но подлежит времени, в частности, поскольку она, эта тварная сущность, имеет начало и конец, которые ограничивают, словно крайние точки, некую середину, определенную продолжительность ее существования. В этой середине она пребывает в движении и в становлении и посему живет во времени. Среди других условий существования тварного мира преподобный Максим упоминает также сущность, пространство, количество, качество, отношения, деятельность, претерпевание, положение, движение, состояние. Среди этих условий существования пространство вкупе со временем играет особую роль. Вот почему преподобный Максим часто объединяет одно с другим в своих размышлениях. То, что тварные сущности пребывают во времени, напрямую связано с тем фактом, что их существование не абсолютно, как у Бога, но относительно. К ним применим вопрос «когда», то есть в какой момент они начали существовать, как долго они существуют и в какой момент их существование заканчивается. Потому что к ним также применим вопрос «как», то есть по какой причине, при каких условиях, в каких границах. Время и пространство связаны в частности с тем фактом, что тварные сущности с необходимостью ограничены, иначе сказать, определены. Все условия существования тварных сущностей свидетельствуют о бездне, отделяющей их от Бога, сущность, могущество и энергии которого нетварны, и который обладает бытием абсолютным, а не относительным. Он запределен природе, всякой тварной сущности, всякому времени и всякому движению. Он сверхсущностный, нерожденный, вневременный, вечный, неподвижный и постоянный, в то время как все тварные сущности определены, то есть являются одновременно протяженными и ограниченными, временами и веками или ионами. Бог же есть Тот, Кто Сам определяет времена и века и все, что они в себе содержат. Длительность человеческой жизни может быть понята как время, в котором человек нуждается, чтобы пройти дистанцию или интервал, которые во время его прихода в существование отделяют его от Бога. Очевидно, что время земного существования не одинаково для всех личностей, но также стоит отметить, что для обоженного человека, как мы увидим, дистанция и интервал, естественным образом отделяющие человека от Бога, оказываются упраздненными еще перед концом его земного существования, поскольку его духовное состояние позволяет ему переходить их границы. В соответствии с преподобным Максимом, время существования каждой личности в некотором роде запрограммировано Богом. Прежде всего, для всякой твари существует Логос, который определяет момент ее прихода в существование. Этот приход в существование предвиден и предопределен Богом вне времени, и, можно сказать, от века, поскольку Логосы всех существ существуют в слове «вечно». Конец земной жизни, разумеется, определен некоторыми объективными условиями, связанными с тем, что твари не могут быть вечными, и посему их жизнь, естественно, ограничена во времени, но также с тем, что по причине прародительского греха живые существа подвержены трению и смерти. Но продолжительность земной жизни в равной степени подчинена и божественному промыслу. На самом деле, Бог не удовлетворяется лишь тем, чтобы дать каждой личности ее Логос и выразить в нем свою благую волю. Но Он также дает человеческой природе способность и энергию, чтобы его осуществить, ориентирует ее движение к себе, ведет ее к себе и помогает ей своими собственными энергиями реализовать эти потенциальные возможности. Бог дает каждому достаточно времени, чтобы реализовать идеал своего бытия, чтобы осуществить свой Логос, приближаясь к Нему и соединяясь с Ним. Но здесь играет роль и воля самого человека. Можно сказать, что длительность земной жизни кого-либо определена тем временем, которое Ему нужно, чтобы достичь своей духовной цели, максимально используя свои способности и свою добрую волю. Бог дает жить долго тем, кому еще нужно продвинуться на пути покаяния и добродетели, и позволяет, чтобы некоторые умерли молодыми, когда они реализовали в этом мире максимум своих личных духовных способностей и не могут в течение времени более ничего, как предаваться духовному застую или регрессу, «Как объясняет преподобный Максим, длительность существования в меньшей степени измеряется возрастом тела, нежели зрелостью души». И посему относительно времени человек в своей индивидуальной жизни может дорожить временем или, напротив, терять время. Важно отметить, что для преподобного Максима длительность существования человека выходит за пределы земной жизни. Итак, речь идет о следующих трех фазах. Земная жизнь, фаза между смертью и воскресением, страшным судом, вечность. Перед нами классическое святоотеческое учение, воспринятое святым Максимом. Человек может повлиять на свою участь только на первой фазе, поскольку после смерти он уже не может покаяться и сам изменить свое духовное состояние. Впрочем, молитвы Церкви и близких могут иметь влияние на его положение. Однако необходимо подчеркнуть, что человек уже в этом мире имеет способность духовно выходить за границы времени, как и преодолевать другие условия существования в земной жизни, представляющие собой границы, отделяющие человека от нетварных божественных реалий, участие в которых он призван. Неоднократно преподобный Максим упоминает о выходе за пределы времени духовным человеком посредством его добродетели и ведения, которые оба могут освобождать его от власти закона естества, поскольку они оба означают различные способы отказа верующего от вещей этого мира, преодоления всякой привязанности к нему, отвержения самого себя ради близости к Богу, так что уже не он живет, но Бог живет в нем. Добродетели преодолевают пределы времени, с одной стороны, потому что они предполагают преодоление страстных привязанностей к тварнам, которые подлежат времени, и потому дают освобождение от непостоянства соответствующих страстей. С другой стороны, поскольку сущность добродетелей есть сам Христос. Если духовный человек в духовном опыте, в частности, посредством сверхъестественного познания Бога или теологии, может превзойти тварный мир и иметь опыт вневременности и вечности вневременных и вечных божественных реалий, человек обоженный превосходит время более радикально, так же, как пространство и другие условия существования тварного мира. Преподобный Максим показывает это на примере царя Мелхиседека, рассматриваемого им как прототип обоженного человека. Хотя Мелхиседек жил до воплощения Христа, он познал обожение по предвосхищению, которое Бог даровал некоторым праведникам, чтобы явить людям дела Божьего домостроительства. По преподобному Максиму обоженный человек преодолевает не только то время, которое течет и является условием собственного бытия этого человека, и то пространство, в котором он живет, и которым ограничены движения его тела, но и времена и века, то есть время истории. Век, время и место принадлежат к относительному, ибо без них не существует ничего из того, что мыслится совместно с ними. Бог же не принадлежит к относительному, ибо он не содержит вообще ничего из того, что могло бы мыслиться одновременно с ним. Стало быть, если достойные люди являются наследниками самого Бога, то всякий, удостойный подобной благодати, будет превыше всех веков, времен и мест. Если духовный человек уже имеет на этом свете некоторый опыт вечности, то всякий человек также познает по благодати Божией вечную жизнь в конце времен. Если вечно бытие будет даровано всем людям без различия, то, напротив, качество их жизни в вечности будет весьма отличаться в зависимости от того, окажутся они праведниками или нераскаянными грешниками. Если первые познают блаженную жизнь, где они будут наслаждаться близостью к Богу, именно это преподобный Максим называет пресно благобытием, то вторые познают несчастную жизнь, боль, печаль и страдания. Именно это преподобный Максим называет пресно злобытием. На основании некоторых сложных мест святому Максиму иногда приписывали веру в апокатастосис, то есть во всеобщее спасение, что означает, что адские мучения, которые соответствуют пресно зло бытию, не будут длиться вечно. Это учение признается одним образом Оригеном и другим образом святителем Григорием Низским. Однако исследование всей совокупности текстов преподобного Максима на эту тему показывает, что он не разделяет подобных идей. Для него свобода человека имеет абсолютную ценность, и он считает, что сам Бог ее уважает и не делает, и не будет делать ничего, что могло бы принуждать человека. Ад есть не наказание Божие, но следствие личного выбора человека жить против Бога, или просто без Бога. Следствие зло бытия человека, которое соотносится, как мы уже видели, с выбранным способом существования. Адские мучения для преподобного Максима, как и для преподобного Исаака Сирина, страдания, которому подвергается человек от того, что он сам удалился от Бога, и от того, что не стал причастником божественных благ. По преподобному Максиму, после суда все люди постоянно будут видеть Бога, и Бог целиком будет присутствовать во всех. Но также одни свободно и по любви откроются для этого присутствия Бога, будут иметь Бога, обитающим в них, и от этого испытают полное блаженство. Другие же, отвергая такое присутствие, останутся личностно-внешними по отношению к Богу, который будет для них внутри, и от этого будут испытывать неизмеримое страдание. Здесь нужно обратиться к последнему пункту учения преподобного Максима о времени. Время определено Христом и содержится им во всех измерениях. Напомним прежде всего, что всякая тварь сотворена во времени, словом, в момент, который он определил как наиболее благоприятный. Она сотворена в соответствии с Логосом, который вечное слово содержит в себе вместе с другими Логосами. Человек может в течение своего земного существования вести образ жизни, согласный с Логосом, и стремиться реализовать свое предназначение в соответствии с благобытием. И никак иначе, кроме как во Христе, посредством Святого Духа, такой способ существования не может быть возможен. Христос таким образом является началом, серединой и концом истории каждой личности. Но Он есть также Тот, Кто по природе определяет все времена и века, и тех, кто существует в этих временах и веках. Тот, Кто дарует смысл прошедшему, настоящему и будущему всякой человеческой истории, глобального времени сотворенного мира и в более общем смысле времени, векам и вечности. Важный пункт концепции преподобного Максима заключается в том, что он ставит воплощение в центр истории и делит ее на два великих периода. Один, который предшествовал воплощению Слова и его подготавливал в время Ветхого Завета, и другой, который приносит плоды этого воплощения, а именно дарует путь к обожению, ставшему отныне доступным, время Нового Завета. Наиболее важный для понимания этого предмета текст находится в главе 22, вопрос ответов к Фаласию. И чтением этого грандиозного текста я хотел бы завершить свое выступление. Бог, основавший бытие всякой твари, видимой и невидимой, единым мановением воли прежде всех веков и самого происхождения тварного бытия, неизреченно имел о нем приблагий совет, состоящий в том, чтобы самому ему не приложено смешаться с естеством человеческим через истинное соединение по ипостасе и с собою неизменно соединить естество человеческое, так, чтобы и самому стать человеком, как знает сам, и человека сделать Богом через соединение с собою. Именно для этого он премудро разделил века, одни предназначив на осуществление того, чтобы ему стать человеком, а другие на осуществление того, чтобы человека сделать Богом. Итак, разделим и мы в мысли века и определим одни, как относящиеся к таинству божественного вычеловечения, а другие, как относящиеся к благодати человеческого обожения. Тогда мы найдем, что первые находятся уже при своем конце, а вторые еще не пришли. Короче говоря, одни из веков относятся к Божьему снисхождению к людям, а другие — к восхождению людей к Богу. Или лучше, поскольку начало, середина и конец всех веков, прошлых, настоящих и будущих, есть Господь наш Иисус Христос, то, разумеется, достиг нас в возможности благодаря вере тот конец веков, который в действительности для каждого в отдельности наступит по благодати при обожении достойных. Продолжение следует...